Добрый день, друзья! Очень рад всех видеть. Немножко расскажу о клубе, который мы здесь с Михаилом Косенковым и Библиотекой иностранной литературы Катей организуем уже в течение двух лет. У нас так получилось, что за эти два года сложились душевнейшие отношения, хоть не всегда ровные, но на самом деле очень близкие. Из этого взаимоотношения получилась хорошая дискуссионная площадка, посвященная национальной культуре, музыке, литературе. И сегодня наш гость, очень известный человек для музыкантов, для музыкальных критиков и вообще для людей, которые неравнодушно относятся к национальной культуре, это Борис Базуров. Прошу вашего внимания. Очень приятно опять выступать здесь, в этих замечательных стенах. Уже третий раз фактически, потому что мы выступали вместе с нашим замечательным трио у вас на фестивале. Ровно год назад мы обсуждали проблемы аутентичной этнической культуры музыкальной, ее перспективы, ее проблемы и пришли к неким неоднозначным выводам. Прошел год. Сегодня немножко тема пошире будет. Взаимодействие традиций, не только этнических, но и всяких других, с новыми средствами музыкальной выразительности, которые нам дает последние, в общем, последние уже почти 40 лет технологический прорыв в воспроизведении звука. Итак, каждый музыкант, исполнитель, композитор, начиная свою деятельность, имеет определенное целеполагание. Что, чего он хочет добиться от своей деятельности. Ну, естественно, он хочет добиться славы и денег. Это как бы не обсуждается. Другое дело, как, какая методика, какие подходы. И очень часто в эпоху таких национальных самоидентификаций в музыкальной сфере этот исполнитель сначала пытается себя осознать в таком культурном континууме некой творческой личностью, а потом начинает выбирать себе краски. У него перед ним большой мольберт и красок миллионов всяких. Вот, с оттенками, с названиями этих оттенков, весьма иногда экзотичными. И раз мы уж говорим о традиционной культуре, этнической, скажем так сейчас, то человек, который себя с ней идентифицирует, он может не являться этническим исполнителем. Ну, вот он считает, что он народный исполнитель, выучил 15 песен, и он уже в контексте. Его тянет к средствам шоу-бизнеса, которые дают популяризацию, которые дают тираж. Итак, фолкник. Я вас буду отсылать на свой сайт bazerov.com. Там у меня такой есть музыкальный словарь, что такое фолкник, что такое фольклор, аутентика. Думаю, что вам будет интересно, кто еще не видел. Итак, фолкник. Фолкники бывают разные. Бывают фолкники, так сказать, волею судеб, съездившие в пару фольклорных экспедиций, которым жутко захотелось петь со сцены так же. И когда они это начинают делать, когда они надевают на себя костюм, они начинают себя идентифицировать с фольклором, не являясь, собственно, его носителем. Таких исполнителей принято называть фолкмоделлерами той или иной степени подготовленности. И вот не хватает фолкмоделлеру славы и денег, и он начинает оперировать к модным средствам выразительности. Раньше это были просто гитары с ударной установкой, а сейчас разнообразные эпплтоны, разнообразные доски с мерцающими квадратными клавишами, на коих записаны сэмплы чужие. И в лучшем случае делает это он сам. А в худшем, как обычно, собственно, это происходит, должен сделать другой за него. То есть фольклорный ансамбль, фольклорное трио, квартет, как угодно, встречаясь на каком-нибудь джем-сэйшене, на каком-нибудь фестивальчике с каким-нибудь коллективом, значит, в бэкстейже, то есть за сценой, решают, что-нибудь вместе сделайте. А давайте еще что-нибудь вместе сделаем. А давайте, ух, здорово, у вас так все звучит, клево. Да, давайте. И вот они собираются потом где-то еще, и начинают, значит, мудрить. А проще просто впрямую играют. Значит, при этом коллектив, который как бы олицетворяет современность, он просто берет и начинает делать аккомпанемент, становится аккомпанирующей группой. А непосредственно фолкник себя чувствует уже как человек состоявшийся. И он, значит, дает, оплодотворяет эту, значит, фактуру своими музыкальными идеями. Это все, ребята, ошибочно называется сейчас этнофьюжн. Ибо этнофьюжн – это когда, знаете, человек из Западной Сахары по фамилии Бааба Маал, играющий немножко на самодельной гитаре, встречается с Джо Завинолом, лидером, покойным, правда, уже, группы Везерепорт. Вот, желательно, чтобы там же был еще Жако Пасториус. И мы видим этно, Западная Сахара с Бааба Маалом, который замечательно поет и еще круче играет, потому что он играет на гитаре, на своей собственной, как играют там на коре. Коре – такой орфообразный инструмент с тыквой. И мы видим Джо Завинула с прогнозом погоды, которую делает фьюжн. Фьюжн по-английски – сплав. Да, получается, сплав этно и джазового стиля фьюжн – все замечательно. Тому уже, действительно, лет 40-30, вот как это все происходило и будет еще происходить в лучшем случае. А когда мы видим 4-5 девочек, которые со второго курса Гнесинского училища научились чуть-чуть как-то так южно-русскую традицию, вот, и видим дяденьку, который, значит, рядом сидит за электрическим пианино и, значит, наигрывает 4-5 аккордов под эту диатонику, хотя спроси его любую какую-нибудь народную песню, он не споет. Вот это не называется этнофьюжн, это называется как угодно. Это называется микс, это называется джем. Но этнофьюжн это не называется. Ибо этнический исполнитель, как говорилось год назад, это исполнитель, живущий в традиционной среде, который воспринимает песни, легенды, мифы, эпос бессознательным, бесписьменным путем в условиях общины, в условиях семьи. Сейчас это практически невозможно уже. Но бывают исключения, особенно для тех групп, для тех исполнителей аутентичного фольклера, которые живут в ярко выраженной лингвистической среде. Прежде всего это касается казачьей среды, вот, в нашем смысле, потому что они сохранили этот говор южно-русский, вот, совершенно московским происхождением, ну, фрикативный АГ, чуть-чуть. А так, в принципе, по всем параметрам, это такая московская группа музыкантов этнических, которые, слава богу, еще есть. Ну, а, скажем так, людям, которые делают разнообразные фестивали, опен-эйры, им важно что? Важно, чтобы исполнитель был бесплатный, и там что-то звучало, и нормально. И, знаете, как Вовк в тридевятом царстве, помните, как он пирожки пек вместе с печкой. Там, а, ладно, сайте, вот, джжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Не знаю, говорил я или нет в прошлый раз. Классик русской социал-демократии, вернее, скажем так, папа Георгий Валентинович Плеханов в 1902 году в церкви Братства в Лондоне на Втором объединительном съезде РСДРП. Когда большевики попытались объединиться с меньшевиками, он сказал так. Да, объединились как масло с водой. Это часто мы и имеем непосредственно в нашей современной музыкальной практике. Масло с водой. Или Вовка в тридевятом царстве с пирожками. Так тоже. И здесь не стоит вопрос выработки нового музыкального языка. Не стоит вопрос об этнокультурном программировании. Стоит вопрос просто об мгновенной показухе, которая как бы работает и так. Почему бы нет? Есть такое понятие еще World. Мировая музыка. World Music. Зародившиеся в конце 80-х годов с легкой руки Питера Габриэла, который собрал своих дружков в каком-то лондонском пабе. И они решили это дело пропагандировать по всем СМИ, которым доступны были этим журналистам, критикам. Хотя до Питера Габриэла этим занимались куча людей. Композиторов, джазменов, рокменов. Но так получилось, что этот термин прилип. И очевидно были выделены какие-то большие деньги. Под это дело не будем вдаваться в политические реалии конца 80-х. И этот термин вошел как своеобразное музыкально-кулинарное блюдо с многочисленными ингредиентами. И вошел он еще по причине того, что именно к концу 80-х годов сформировались новые цифровые средства воспроизведения звука. Это касалось и мощных синтезаторов типа Синклавир, Ферлайт, на котором Питер Габриэл начинал всю эту историю. И кончая хорошими пока еще тогда ленточными цифровыми магнитофонами многоканальными, где это можно было записывать. А когда графический файл стал соответствовать звуковому, и появилась возможность нелинейного монтажа, как и на видео, такие были системы Heavy Work, Light Work, еще тогда Avid, потом появился чуть позже. Стало понятно, что мы вступили в другую эпоху, и вот этот перфектный звук, оцифрованный перфектный звук, который давал глубочайший бас, очень красивый, панорамный, там такой был лексикон, 500-й цифровой ревербератор, который уже тогда работал в 24-битном режиме, и все это стало звучать правильно, ну, как бы, это был новый звук. Вот это как раз все были признаки этого самого жанра World. Ну, аутентичная музыка там, я имею в виду лейбл Real World, хотя, в принципе, там был Xenophil Records, там потом возникло огромное количество европейских звукозаписывающих компаний, которые как раз на этом деле пытались подняться, поднять свой бизнес. Там вместе с аутентичным фольклором, редко встречающимся, и обычно из таких, знаете, бегеможих углов нашей необъятной планеты, вот, верблюжьих и бегеможих, я их называю, ну, медвежьих, понятно, это у нас, а вот это... Вот, и оттуда стал поступать аутентичный фольклор. Африка до сих пор заповедник этого дела. А что касается Европы и нас, грешных, ну, самый лучший это был сольный диск ансамбля Дмитрия Покровского, плюс несколько сэмплов, которые Питер Габриел непосредственно использовал в своем релизе под названием «Ас». Это был прорыв определенного рода, который предвоситился работой ансамбля Покровского с Полом Винтером, человеком, который пропагандировал экологический смуз-джаз. И это мне рассказывал один покойный наш критик музыкальный. У нас было три критика в конце Советского Союза. Это Леонид Переверзев, Алексей Баташов и Аркадий Петров. Вот эти вот три столпа. А четвертый остался, ныне здравствующий Дмитрий Ухов. Ну вот они мне по-разному рассказывали про это дело. Пол Винтер захотел услышать русские сэмплы. Ну сначала просто русские сэмплы, русские песни, вот, как микс. Он до этого микшировал волков, китов и разных птичек. Ну он подумал, что нормально, в чем. Вот тут вот русские, так сказать, отцахи. Вот, но он не до счета того, что чисто сценически, конечно, что ансамбль Покровского переигрывал его ансамбль джазовый на 100 голов. Потому что это было движение, это был танец, это был выход в зал, как обычно. Почему я так говорю, потому что, уверенно об этом говорю, потому что я там как бы работал целых полтора года до армии. Вот, и примерно все эти идеи закладывались еще в конце 70-х. Ну а через 10 лет вот они были потихонечку реализованы. Вот, и да, это был прогрессивный некий взгляд. Хотя, надо сказать, ансамбль Пола Уинтера в качестве аккомпанирующей группы для ансамбля Покровского, я не буду лукавить, мне не очень нравился. Не только по причине того, что мы параллельно практически в это время делали первый диск народной оперы. Он просто по гармониям, это был такой фолк, американский фолк, который попытались как-то сфьюжить с нашими курскими песнями, с Белгородом. Это не очень получилось, особенно с терскими казаками. Какие-то пошловатые гармонии. Вот этот немножко вальяжный, такой вальяжный саксофон самого Пола Уинтера. Ну, такой похлопывание по плечу, знаете, такой эмоциональный. Но, несомненно, это был прорыв, это был успех. И это позволило потом этому замечательному ансамблю сделать на Non-Search Record замечательный диск с свадебкой Стравинского и с смоленскими песнями, которые как бы по гипотезе самого Покровского могли лечь в основу этого великого произведения Игоря Федоровича. С чем, конечно, можно спорить. Ну, неважно, это уже история. Ну, Жанна Уорлд продолжается. Разные миксы от афрокельтских до скандинавско-астралийских никто не отменял. Все это идет, идет поиск неких звуковых комплексов, которые будут друг с другом взаимодействовать. Удачный, неудачный, мимо или попадание. Вот как обычно так получается вообще в музыке, кто первый придумал, того и тапки. А кто там начал развивать эту тему лучше, глубже, это уже дело десятое. Еще есть такая вещь под названием Digital Mix. Ну, это от такой слегка воровской культуры диджеев, который оперирует исключительно записями, причем чужими. И таких миксов очень много. Обычно музыканты стоят, сгорбившись над своими девайсами, что-то тыкают. Но как раз нужны народные исполнители, которые в этот момент танцуют, пляшут под фонограмму, под электронную или под миди, неважно. И здесь, я не буду называть коллег, здесь есть люди, которые это тоже приветствовали. Наиболее продвинутым, с моей точки зрения, человеком, который смог совместить жанр World и жанр Digital Mix, является Лазло Хартабаджич, такой венгр. Он конструировал свои миры, это фэнтезийные, абсолютно музыкальные миры, еще 30 лет назад. Послушайте, не пожалеете, это очень интересно. Он ездил и по монастырям, изъездил всю Юго-Восточную Азию, покупал эти сэмплы, просил монахов в Индонезии и прочее, прочее, прочее. И как генератор каких-то музыкальных концепций, он весьма-весьма неплох. Идем дальше. Постмодерн и минимализм. Обычно это постклассическая тема композиторов, которые не хотят работать в тональной системе, хотят быть продвинутыми и востребованными, модными, постмодернистки. И здесь тоже идет активное внедрение неких этнических звучаний, как им кажется. Причем обычно эти композиторы тоже в традиции ничего не смыслят. Но если смыслят, то исключительно в утилитарных рамках. То есть мне вот это нужно, а вот это не нужно. И обычно все кончается какой-нибудь одноразовый мистерией в каком-нибудь большом зале, где разные фолк-моделлеры выходят в разных составах, медленно ходят, медленно поют. Но зато это классическая архитектура, классический зал и вроде как акустическое звучание без всякой электроники. Впрочем, этого тоже бывает слишком много. Мы еще коснемся, знаете, чего? В последнее время получивший большое развитие культуры фолк-стрит-поп, я бы так сказал. То есть стрит-фолк, особенно европейский, он вообще в принципе не умирал. Ну, конечно, это не Менестрели, не мейстер Зингеры, не мейстер Зингеры, это не Шпильманы, которые бродили по всей Европе и которые дали своей музыкой первоначальный импульс даже для создания придворных небольших камерных оркестров в Италии в эпоху Арснова и затем в барокко. И далее фактически имели такой вот сгусток энергии, который начал развиваться и вырос до симфонического оркестра. Это не те люди, это просто ребята, которые играют полики, бабочки на аккордеонах, на шкрипках, на разных уличных фестивалях. У нас такие тоже есть, пользуются успехом там же. Вот. И я вас не имею в виду. Вот. И все бы ничего, все бы ничего. Но иногда послушавшие таких, значит, фольклорных деятелей, задаешься вопросом, ну вообще они как-то традиционно пить-то когда-нибудь научатся. А они говорят, нет, зачем? У нас же уже там десятки миллионов просмотров. Ну вы знаете, сейчас же это мерило, да, электоральное мерило просмотры. Просмотры на трубе, на ютюбе. Ну знаете, просмотры бывают разные. Какого-нибудь кота тоже смотрят, в общем, столько же примерно народу. А вот, например, такой замечательный был клип, очень гламурный, снятый, правда, на каких-то тайских помойках, Ганганг Стайл, я помню. Так у него вообще три миллиарда просмотров, понимаете. Поэтому говорить о том, что вот у нас столько просмотров, мне кажется, сейчас уже как бы неприлично. Просто неприлично. Ну, тут уж... Самое главное, что подчас такие коллективы так и не научились петь традиционно. Играть, может быть, они играют вследствие своего образования. А вот петь с этим сложнее. Чтобы научиться традиционно петь, нужно как минимум год. Год непрерывных занятий. Это показывает практика. У меня почти сотни учеников. Вот. И я могу примерно представлять, сколько нужно усилий и сколько раз в неделю занятий, чтобы люди к окончанию одного года имели репертуар и, наконец-то, поняли физиологию традиционного звука. Но об этом вы можете спрашивать совершенно свободно. Итак, еще один аспект. Значит, кросс-калчи, то есть кросс-культурные проекты, когда вместе с барабанами из Турции звучат скандинавские смычковые арфы, и вдруг, значит, начинает гудеть внизу диджериду из далекой Австралии в качестве басового инструмента. Мы, конечно, можем обсуждать, но показывать пальцем не будем ни на кого. Ибо это просто, ребята, импорт. Импорт. Вот. Сейчас, правда, пошло импортозамещение. Во-первых, много хороших мастеров, которые делают настоящие этнические инструменты. Прежде всего, гусли. Это очень радует. За последние пять лет. То есть их количество, по-моему, уже перевалило за сотню тысяч. Вот. И подчас сейчас гусли можно услышать чаще на лавочках в домах, чем гитару. Это радует. Радует. А также то же самое касается колесных лир. Ну, в меньшей степени аэрофонов, я имею в виду, Владимирской очки. Ну, просто их сложнее делать. Итак. Так вот. Все это здорово. А как же это все соотносится с традицией? С многовековой традицией, ну, скажем так, русского музыкального языка? Иногда никак. Иногда относятся. Иногда соотносятся. Ну, вот. И разбираться в этом нужно. Самое ужасное состоит в том, что разбираться с этим приходится вот музыкантам. Ибо, я здесь уже его упомянул, Дмитрия Петровича Ухова, он, конечно, может разобраться, но он один. И рок-критиков у нас миллион, но они все занимаются мещанско-посадской культурой конца существования Советского Союза, коим является так называемый русский рок. Вот они этим занимаются, они в этом погружены, им это нравится. Они, как бы, вот, и не понимая того, что генезис этой традиции и вообще, как бы, начало весьма и весьма проблематичное и очень-очень недолгое, скажем, во времени, непродолжительное. Мы сейчас находимся в медийной агрессии, которая идет вокруг, из каждого утюга. Прежде всего, это касаемо, так называемой, популярной музыки. Народ ездит на автомобилях, а в автомобилях есть FM-приемники, и там, куда не ткнешь, все что-то звучит. Не относящиеся, так сказать, к нашему этнокультурному контексту, но звучит. Звучит, звучит, звучит. И вот вопрос состоит в том, что когда же, где предел, так называемой, гибкости. Гибкости и ментальной нейропластичности, я бы сказал, основной популяции, мы сейчас перейдем на биологический язык, что она, значит, когда она включает свой этнокультурный иммунитет. Ощущение того, что этот иммунитет уже начал работать, есть. Есть в разных жанрах, есть в разных видах, ипостасях. И самое главное теперь здесь не потерять каких-то ориентиров, чтобы этот процесс опять не пошел стихийно, или не был управляемым хаосом, или не был просто управляемым, как во времена большевизма, вот такого махрового. И здесь много факторов, к сожалению, от самих музыкантов, слабо зависящихся. Я сейчас не буду говорить про слияния достаточно органичные, мы оставим это на потом, языка, блюза, казачьего протяга, американского фанка или юно-русской матеры. Я бы сейчас хотел от вас услышать пару вопросов, что бы вас, в принципе, интересовало в экспертном, так сказать, отношении. Наверняка пришедшие сюда пришли не просто так, а имеют определенные свои взгляды на это безобразие. Ну, говорите вместе. Говорю вместе, я думаю, вопрос, наверное, будет интересен всем присутствующим. Все обычно говорят про то, что вот наше народное песенное, там, музыкальное творчество, это такое мощное явление, там, сложное, многогранное, многоголосное, там, куча народа его изучала, там, цена школа фольклористики в советское время была создана, там, консерватория. Почему сегодня, в наш момент, вот в таком естественном природном виде, это искусство очень мало востребовано, в отличие от всех перечисленных перед этим направлений. Вот, есть ли тут какие-то объективные причины, ну, как бы, скажем так, общемировые, да, может быть, это свойственно ощутить всему общему мировому наследию? Или это связано с какими-то моментами, касаемыми, ну, отжития в нашей стране? Вопрос замечательный, вопрос на еще одну такую же встречу, если подробно. Вот, а если не подробно и быстро, это и субъективность, и объективность, и, к сожалению, неграмотность, и раздолбайство, вот, и трезвый расчет. В этом тоже есть определенный смысл так предполагать, потому что слишком все сходится. Как известно, совпадений бывает мало в жизни, они кем-то программируются. Да, русский фольклор вообще, как бы, это такой слоеный пирог, вот, я тоже говорил как раз год назад, от криминального, так сказать, шансона, вот, до высоких образцов, не знаю, рязанского календаря многоголосого. Все есть, все есть. Если мы имеем в виду традиционный фольклор, такой прям аутентичный, то есть от носителей народной культуры, носители, которые это воспринимали, восприняли бессознательно, бесписьменным путем. Это вот народные исполнители. Это все есть. Другое дело, что практика, сценическая практика. Сейчас давайте пробежимся быстренько по истории России. Вот, я в свое время тут уже пробегался, но это, как бы, не лишнее еще разочек сделать. Итак, первый поворот к аутентичной культуре России был произведен дворянством, дворянством, значит, в 17 веке, когда стало модным делать некие пасторальные мистерии у себя в театре, у себя на усадьбах, собирать крестьян, делать из них пастушков-пастушек в стиле Овидия и прочих античных авторов и, как бы, тешить заезжих таких же помещиков своими. Ну, это такая старо-французская традиция от Людовика XIV, вы знаете его мистерии. Но, значит, как бы дворянство повернулось и поняло, что, о, в этом что-то есть. И некоторые товарищи, вот, например, Львов Прач, начали писать клавер Аус Цуги, значит, гармонизируя некие народные мелодии, которые они услышали там от извозчика или от случайного пьяного мужика, который прошелся вдоль их поместья. Вот, значит, это был один поворот. Второй поворот пришелся на народно-довольческое движение, когда все рванули в народ, я имею в виду разночинная интеллигенция, когда появились первые русские оперы. Надо вам сказать, что немногие помнят, что, как бы, русская оперная сцена... А опера в то время, это был интернет, телевидение, радио и кино вместе взятые, в светской культуре имеется в виду. Значит, в середине 30-х годов XIX века Версовский, значит, под руководством Александра Михайловича Гедеонова поставил... Чего он поставил? Ну да, Аскольдова могила. И с этого, как бы, считается, что вот все началось. Такие большие мистериальные произведения, где как-то, значит, должна была присутствовать народная культура. Тем более... Вот, все это развивалось параллельно, одновременно, вплоть до 1917 года. И, опять же, быстро, значит, после постановок под руководством Гедеонова, Гедеонов был ни много ни мало директор управления императорских театров России, особенно в Петербурге. Были поставлены жизнь за царя, то есть Иван Сусанин, Руслана Людмила, Драгомышского русалка. То есть, как бы, русский музыкальный язык, национальный, начал проявляться и в классической академической культуре, которая была заточена в основном на Италию в то время. Его дело подхватил его сын Степан Александрович. Он пошел дальше. Он был таким мощным идеологом русскости как таковой, что даже нарисовал, написал замечательную монографию под названием «Варяги и Русь», где попытался, и ему это удалось, я считаю, где попытался идея Ломоносова поднять вверх о западнославянском происхождении русской государственности. Как известно, Михаил Ломоносов в Академии наук России в свое время сильно боролся с немецким влиянием, которые занимались просто подтасовкой исторических фактов. Геденов написал его монографию, стал директором управления императорских театров, и при нем были поставлены в 70-х годах и Борис Годунов, и Садко, и все 15 опер Римского-Курсакова, Бородина, значит, князь Игорь, то есть фактически могучая кучка начала работать как большой механизм, как большая фабрика по производству хорошей музыки мирового уровня с включениями туда некого народного мелоса, как тогда понимали его наши замечательные русские композиторы классики. Нам в храмовом училище показывали рояль, по-моему, август ферстер, рояль, на котором играл Модес Мусорский и Римский Корсков в момент своего совместного студенческого, или ныне студенческого, просто жития в одном из петербургских домов, где они снимали эту комнату. Говорили, что апокриф такой, что из Питера, когда переехал в хоровое училище, то вот этот вот рояльчик середины 19 века, он у нас стоял во втором классе, мы ходили туда смотреть, на него иногда играли. Ну и такой апокриф мимоходом. И действительно, тогда Владимир Федорович Адуевский, столб русской фольклористики, один из демиургов и изначальных людей, который обычно приписывается возникновение Московской консерватории Рубинштейну, на самом деле основной двигатель это был Адуевский и, конечно, Владимир Васильевич Стасов, которые просто открывали ногой дверь к императору и находили понимание. Так вот, вы представляете, какая мощная Стасов, генерал, ваше превосходительство, который мог прийти к императору и сказать, вот Борис Годунов нам необходим. Борис Годунов – это как бы нонсенс, это опера с замечательной кульминацией, с сценами под кромами, где казачья вольница поет этот замечательный хор. Мы даже вот тут попытались к нему прикоснуться, к этому хору, проходилась, разгулялась, значит, абсолютно антицарская, антисамодержавная вещь была поставлена. Да, с купюрами. Модест сильно переживал, много пил по этому поводу. Ну, что ж теперь, правильно? Вот, хотя бы так. Потом вышла редакция «Лама», а первоначальное все было под редакцией, собственно, его друга, Римского Корсакова. Это был союз, союз интеллектуалов, союз музыкантов мирового уровня. Это было счастье, мне кажется, для русской культуры. Именно тогда, когда все сошлось, все звезды сошлись. То есть сошлась финансовая составляющая, сошлось желание общества иметь, помимо прекраснейших итальянских мелодий, еще какие-то свои, потому что студенчество ходило в оперу, а потом тоже расходилось по кабакам, где пело хором какие-то полюбившиеся отрывки. Это вообще европейская практика. Всегда так было и с Верди, и с Пучини. И у нас тоже. Галерка всегда была таким проводником. Она как бы фольклор, то есть возвращала из классической среды обратно. Что-то я еще хотел сказать по этому поводу. Многие, немногие, наверное, из вас знают, что член могучей кучки Цезарь Кьюи был великолепным военным инженером. И его фортификации в Севастополе с этими гигантскими орудиями защищали этот город даже во время Второй мировой войны. И немцы прикатили туда эти свои берты, марты, какие-то страшные мортиры, какие-то циклопические. И только после этого разбили эти три башни. Так вот, понимаете, могучая кучка защищала еще нас во время Второй мировой войны. Это очень приятно как-то это поддерживать. Так вот я к чему это все говорю? Представляете, вот такой комплекс этнокультурный, который принадлежал России, вот он был, а сейчас? Сейчас мы имеем кучу музыкальных учебных заведений, которые продолжают ковать кадры, которые куются наполовину в колхозной традиции советской, которая иногда не имеет отношения к так называемой народных хор. Это такая фикция, фикция товарища Луначарского. Что хор, народ должен бить хор. Все вместе одно, в аду-ду-ду. Ну там ладно, в терцию, там столбами желательно. А народ до сих пор продолжает импровизировать, до сих пор продолжает, значит, находить в этнических вот этих вот песнях народных некую внутреннюю свободу. Вот. Другое дело, что почему мы этого не слышим? Но над этим надо работать. Над этим нужно работать. Время пришло, мне кажется, после 90-х нулевых, когда мы замечательно наелись просто попсы шансона и вот этого вот русского рока, вот сейчас приходит время постепенно традиционализма. Давайте запомним это слово. Традиционализм. Это не национализм, это не шовинизм, это традиционализм. Потому что человек, который понимает культуру белгородского села Афанасьевка и одновременно восхищается замечательными рифами, не знаю, там, Билли Кабмана вместе с Стэнли Кларком, а также понимает тот музыкальный подвиг, который совершил Джон Маклаффлин в середине 70-х, уехав в Индию и привезя оттуда квартет Шахти вместе с великолепными музыкантами. Мне предоставилась возможность познакомиться с некоторыми из них. И не без гордости скажу, что у доктора Лакшмина Раяна Субрайманиама с 89-го года в его глобальной коллекции смычковых музыкальных инструментов в Калькутте висит древний русский гудок 14-го века в реплике Виталия Гальцкого. А у Джона Маклаффлина Владимирский рожок из села Причистая гора Ивановской области 30-х годов изготовления 20-го века. Когда общаешься с такими людьми и видишь их абсолютную непафосность, их открытость, ты понимаешь, что ты общаешься с настоящим гением. Настоящий гений, настоящий музыкант. А гениев мало, особенно у нас. вокруг. Тем более, что видите, как все время меняются ориентиры. Теперь для нас музыка – это шоу-бизнес в основном, да, и музыка должна приносить прибыль. И вообще это товар. Оказалось, что это товар. Товар. А товар иногда не укладывается, вернее так, музыка не укладывается в это прокрустство ложа. Потому что есть еще такая вещь, называется музыка ради музыки. Музыка обладает, знаете, чем? Сингулярностью. Сингулярность – это такое состояние вещества в эпоху до Большого взрыва во Вселенной, когда все настолько сконцентрировано и в то же самое время предопределено, что при определенных обстоятельствах, которые сейчас принято называть синергией, синергетическими состояниями, это начинает раскрываться и начинает самовоспроизводиться, самосовершенствоваться. Вот и музыка этим обладает. Особенно этническая. Потому что в ней много фрактальности, есть нелинейные способы развития. И вообще она похожа на воду. Если перед ней поставить плотину, то плотина когда-нибудь рухнет. Мне так кажется. Извините за столь расширенный ответ. На самом деле, ответа какого-то не последовало, о чем вы говорили, это все-таки явление немножко разного порядка. Потому что если мы возьмем влияние народных мелодий, матерых на деятельность могучей кучки и всего того, что происходило в 19 веке, мы должны очень четко понимать, что была разница двух культур. Эгалитарная культура народного творчества и элитарная культура дворянства. И если народное творчество эгалитарно могло оказать влияние на культуру дворянства, то культура дворянства не могла оказать влияние на народное творчество в силу своей элитарности. То есть, сословное деление общества просто не предусматривало... Через поэзию. Вы прекрасно знаете образцы русской поэзии, которые распеты и в казачьей среде, и в ижнорусской. Они были массовым явлением, везде повсеместным и широко распространенным. Что касаемо деятельности Луначарского, управления вот этих народных хоров, опять-таки, задача Луначарского как интеллигента, а не выходца из народной среды. Она состояла в том, чтобы создать новое пролетарское искусство. Именно поэтому он обратился к народному творчеству. И опять-таки, этот процесс влияния вот этой, скажем так, оккультуренной мировой музыкальной практикой народного творчества, он шел очень долго. Практически уже где-то в 60-х, 70-х годах только прочно заняли место вот эти народные хоровые вещи в культурной жизни. Ну, вы знаете, большевики в своем начале своей деятельности занимались просто коровенным плагиатом. То есть они брали какую-нибудь мелодию, которая, это была такая фишка, они брали мелодию, которая была уже раскручена на винилах «Зенофон Рекорд Компани», там, не знаю, какого-нибудь романса. Туда присандали были свой текст, и получалось там, я не знаю, вихри ворожебные веют над нами. Понимаете? И таких примеров миллион. Мы с вами говорим о том, что у нас есть народное, подлинное, традиционалистское, можно в разных словах говорить, творчество, да? Можно. И есть там музыкальная культура, которая существует сейчас, и о месте подлинного народного творчества, аутентичного, в этой музыкальной культуре. Ну вот мы об этом говорили как раз год назад, о месте. Как бы подлинная культура свое место знает, она почти исчезла, так скажем. Вот здесь вы вот здесь. Да, она ушла на квантовый уровень, но дело в том, что, как я в прошлый раз говорил, она имеет совершенно, знаете, эзотерический характер, мистические вещи, связанные с воспроизведением. И связано это, знаете, с чем? Такой был Геккель и его замечательный закон, сейчас вспомнить бы, филогенетики. Он когда, так сказать, когда он говорил об этом, он имел в виду, что сам язык, сам язык, его фонетическая составляющая, в любом случае будет формировать некие музыкальные фактуры, в том числе, вне зависимости от культурного контекста. Человек может сидеть в тюрьме 15 лет, там, ну, предположим, да, уже забыть, там, но он будет петь, чтобы совсем не сойти с ума. И он будет петь традиционно, потому что в нем начинают работать вот эти древнейшие механизмы релятивистские. Ну, филогенетика это очень интересная вещь. Я просто, вы подняли очень такой значимый, на мой взгляд, вопрос. Я просто недавно на эту тему говорил немножко в другом ключе с Вассерманом, как это велось встретиться на уровне образовательном. Он выдал тоже очень интересные вещи, касаемо направления развития общества и тому, что происходит. Так вот, вы сказали, что музыка это товар на данный момент. Конечно. А народное творчество, в силу именно своей вот этой вот творческой составляющей, которая, в принципе, является, как бы, можно сказать, да? Романтик. Все общеравное, экалитарное, оно не может являться товаром, потому что оно не имеет собственника, обладающего право обладанием на этот товар. Понимаете? Вот, может быть, именно дело в том, что при нынешнем, как бы, нашем, ну, скажем так, направлении общественного развития, вот именно, давайте возьмем наш государственный, да, с его, как бы, откровенно-моголтелым капитализмом, который, по сути, выражает интерес крупных производителей, крупных, ну, скажем так, корпораций, да, для которых важно, в первую очередь, что создание глубокого потребительского спроса среди слоев общества. И поэтому любая, как бы, вещь, которая не попадает под данное направление является для них, как бы, ну, ненужной и, в принципе, даже в чем-то опасной. Может быть, именно поэтому... И в чем-то опасной. Да, именно поэтому мы... Дело в том, что законы развития бизнеса, вообще, все маркетологи говорят, законы развития целесообразности получения прибыли, да, они совершенно коррелируются в обратном, так сказать, ключе с культурой. Всегда. Да, это не обсуждается. Да, если мы возьмем народную почту, где потребителей нет, где каждый является в какой-то мере создателем, то для как раз вот этого корпоративного, скажем так, направления, создания потребительского общества, они являются, в принципе, ненужными. Вот, поэтому, может быть, это как, ну, в плане обсуждения, мы имеем ту картину, которую имеем. А то, о чем вы говорите, то, что пришло время... Картина, извините, я вас пребиваю, картина, дело в том, что картина вообще, в принципе, характерна для постиндустриального общества везде. Мы уже не имеем общин, традиционных общин, которые выключены из культурного контекста вообще, общемирового, там, тем более сейчас, в эпоху цифровых технологий. Вот, естественно. Другое дело, что молодежь, услышав вот этот вот маячок, даже, знаете, вот иногда просто какая-то интонация, вот тут он услышал где-то на улице или случайно там на каком-то редком эфире, такие тоже бывают варианты. Вот он услышал что-то в нем, и он захотел петь. Вот здесь, в нашем зале присутствуют такие люди. Он захотел совершенно бескорыстно, захотел этим владеть. Он тоже хочет петь, чтобы ощутить некую энергию. Вот синергетические состояния в фольклоре очень важны, потому что результат всегда превосходит арифметическое сложение, там, певцов. Двое, когда поют, да, как-нибудь, блин, предположить, два мужика поют, блин, даже чисто физически, у них все равно есть разносный комбинационный тон вверху, на уровне второго-третьего абертона, который поет так называемый Дишкант. Это можно посмотреть, да, на спектрографе. И, то есть, из двух получается три, а из трех – семь. Этот ряд вывел, знаете кто, Циолковский. Вот, и, естественно, такие люди, имея общинный такой характер пения и любительский характер, вот, они не являются товаром. Хотя, надо вам сказать, спрос и на это тоже есть, муниципальный. Муниципальный спрос. То есть, сделать, чтобы на улицах было весело, понимаете, весело. А за счет кого? Попсу не пригласишь, очень дорого. Давайте вот этих вот, кто там, что-то у нас, давайте их, пускай веселят народ, прям, круглые сутки. Я знаю примеры, там, люди круглые сутки веселили народ, буквально, там, пару месяцев назад. Там, бедные уже, там, замерзли, промерзли. А вы говорите, не товар. Товар, товар, товар. И, естественно, современная культурная среда в этом смысле очень агрессивна к традиционной культуре. Даже если эта традиционная культура является фолк-моделингом, то есть не является аутентикой. Аутентикой, аутентикой, ребята, она будет являться только тогда, когда дети, которые слышат от своих родителей песни во время застолий, ну, вот приезжают, да, в гости. Дети, не музыканты, а просто дети. Вот когда человек вырастает до лет 30-40, и вдруг он поет все это, вот тогда включается обратная связь. Тогда мы можем заиметь чистую аутентику вновь. Со всеми ее деталями имеется в виду фрактальность по интонациям, чисто диалектные особенности. И вот на это нужно надеяться. Чем больше сейчас таких певческих общин по России, а их много, я думаю, что уже к сотням тысяч региональные есть. Это еще этномоделинг, но через 20 лет вырастет поколение, которое это слышало, просто слышало от родителей. Понимаете, да, то есть идет обратная связь, как бы индукция. И если это произойдет, все нормально, традиция будет жить в своем ключе. Да, я вот к этому последнему тезису несколько тревожное такое замечание. Ну, это как вопрос, примите, пожалуйста. Я вот наблюдаю, что молодежь не слышит, вокруг нее звучит, но она это не воспринимает. И фонетика молодежного говора совершенно иная. Да, конечно. То есть вот это самое тревожное для меня лично. Был какой-то период, когда я заметила, что дети перестали говорить. Вот просто замолкли. Это были в 80-е годы. В 80-х годах началось замолкание. То есть даже вот сидящие в зале могут вспомнить, что была проблема выйти к доске, например, ответить на уроки и так далее. И это связано не со страхом получить двойку, а это было связано с неспособностью выговариваться, разговаривать. Говорите, с середины 80-х? Да, это даже раньше. Этот процесс как тенденцию я заметила раньше. Я школьный учитель. Я это делала просто на уроках. И для меня, поскольку я историк, да, это устная речь, просто как педагогическая задача была научить их разговаривать. У меня в итоге все говорили, у меня все начинали говорить, но это была отдельная история, отдельная задача. Дело в том, что, да. И поэтому просто наметанный глаз, и я это видела. И чем дальше, тем хуже. У нас не просто заимствованные слова и речевые обороты, особенно из английского, а в американском языке. Да, это в общем месте, да. Это ладно, но когда интонирование, когда произношение становится... Произношение, дело в том, что произношение, воспитанное уже пятилетней практикой криминального русского рэпа, уже соответственно, оно просто вголовное. Вот и стайки, и молодежи, которые идут и под маленькие колоночки вместе скандируют. Вы говорите, их теперь невозможно остановить, они теперь разговаривают, только они разговаривают на другом языке. И знаете, что я вам скажу? И вот через эти вы говорили о проявлении иммунитета, да. Вот он начал проявляться. Вот эти вот два момента, да, вот мы видим, с одной стороны, даже на уровне фонетики, да, мы видим абсолютное выпадание из контекста русскости, да. И при этом вы говорите о каких-то проявлениях иммунитета. Что за симптомы, что за признаки? Что вы их видите? Дело в том, что когда молодежь достигает пубертатного возраста, вот, начинается, начинается огромная тяга к общению. То есть не по группам, да, там в классе, когда двое-трое обычно там, не больше, а просто вот общение, да. Танцевальная культура, поп-культура не дает такого, потому что оглушающие звуки, вот, и они не общаются, и, как бы, и даже, значит, ну, в общем, не общаются они там. Вот, соответственно, соответственно, вот это вот детские считалки в виде криминального рэпа, они работают. Но это тоже, это, я говорю, знаете о чем? О бессознательном, о бессознательном восприятии аутентичного фольклора в тех местах, в тех группах, где есть дети и где взрослые поют, хорошо поют. И вот эти дети, они совершенно бессознательно это дело впитывают. И они запоют, обязательно. И как раз именно здесь опять идет этот вот механизм, механизм прямого воспроизведения без нот, без всяких, без, там, я сам, без расшифровок, без всего. Именно здесь это и будет, в детской среде. И не факт, что это проявится, как, не знаю, в ансамбле «Кладец», прям вот девочки запели там в бессознательном возрасте. Это может проявиться в 30, в 40. А вы знаете, что вот академик Проп еще в свое время говорил, что люди на примере, там, Путилов, по-моему, на примере, там, даже, там, не знаю, там, аутентичных культур, там, Новый Гвинеи. Он говорил, что эпос, основной эпос, эпическое ядро этих народов, папуасов, они начинают воспроизводить после 50 лет. То есть, как старики. А вот эти вот мелкие, которые бегают вокруг, совершенно автоматически это запоминают. Огромные комплексы текстов. До санскрита, до санскритских фолиантов, до свитков папирусных, так сказать, все мифы передавались только устно. Потому что устная традиция, она дает сразу все. Она дает вариативность, она дает фрактальность, она дает возможность менять сюжеты. То есть, не менять сюжет, а менять, знаете, сюжетные повороты. Иногда их, контаминация текста это называется, да. И обычно дети воспринимают это бессознательно. То есть, он сейчас, да, он рэп, да, он там, слушает рэп, там, все говорит этими, значит, как бы кричалками, считалками. Но это совершенно не факт, что в 30 лет он запоет казачью песню. И он ее запоет, потому что альтернативы нет. Важно вот это. А что касаемо пения в школе, я вас умоляю. Сейчас, по-моему, попсу в основном, да, как бы поют люди. Да, разные школы, разные попса. Для меня, для меня, для меня, для меня то, что сейчас, ну, как признак того, что иммунитет все-таки работает. Мне нравится то, что в школах, именно в школах сейчас появилось очень интересное явление. Школьные хоры и танцы в школе. И фольклорный ансамбле. Все, что угодно, все, что угодно, это появилось вот на фоне этого жуткого ЕГЭ, да, и систематизации. Правильно, да, как реакция, да, эмоциональная с человеком. И причем в это включаются очень искренне все, и учителя, и дети, и в каждой школе что-то свое, какая-то своя самодеятельность, очень странная, не на очень высоком уровне, но очень искренняя. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Да, закончился диалог. Дополнение. Да. Вы знаете, ваш покорный слуга отработал 15 лет в Московской государственной филармонии в детском отделе. И мы с выездными концертами уж тысячи-полторы школы московских объездили. И, конечно, это небо и земля, что было в 90-е годы, полная, полный ноль, полный ноль. И сейчас все-таки прогресс очевиден. И несмотря на то, что мы, в общем, будем сетовать на детское воспитание, оно есть. Оно есть. Хотелось бы быстрее. Но эти механизмы быстро не работают. Они будут постепенно выявляться с течением жизни этих маленьких людей, когда они вырастут. И когда они заведут свои семьи. Вот тогда все будет хорошо. Вы знаете, мне кажется, что здесь мы давайте не будем обольщаться, потому что вот этот процесс детского запечатления, как его называют психологи, биологи, да, то есть когда ребенок младшим, у него как бы в малом возрасте основной способ обучения восприятия – это запечатление. То есть то, что он слышал, увидел, запомнил, у него остается навсегда, на всю жизнь, да. Это психохимия, да. Да, но для этого должна быть та среда, которая даст ему это. Так я об этом говорю. Но мы-то сейчас этой среды, если там еще 20-30 лет назад, я вот свое детство вспоминаю, да, у меня действительно все семейные праздники, вся родня, которая была из разных, там, краев России, сельские люди, все, как говорится, друженики. Среда была другая. Разумеется, они собирались в двери, они плясали. Боян, цыганочка с выходом. Ну, цыганочку не помню, но русского плясали. Иногда машина времени на лавках там. Что, что на лавках? Машина времени на лавочках. Машина времени не очень помню, честно говоря, вот. Я просто понял, что вот у меня отложилось, запечатлялось в моей памяти, поэтому потом, когда я уже в сознательном возрасте пришел к народному творчеству, мне это было все, мне это как бы понятно и близко, я легко нахожу язык там с сельскими исполнителями, с кем угодным. Вот, но для тех детей и той молодежи, которая есть сейчас, это совершенно другая среда. Это совершенно другая среда, во-первых, культурная, вот, это, во-вторых, совершенно другая среда, можно сказать, классовая. А я вам и скажу. Потому что народный творчество у нас все-таки имеет классовую природу в нашей стране, вот, изначально. Вот, потому что ни дворянство, там, ни мещанство, ни прочие слова не являлись носителем именно народного творчества. Вот, это изначально все-таки крестьянство, протестеря. Нет, мещанско-пасадская культура была. Это была субкультура. Да, субкультура. Да, все-таки гитара и редкие пианино присутствовали в этой среде. Мы говорим именно о аутентичном традиционном звучании, правильно? Вот о чем. Ну, здесь все. Среда другая. Так, ну ладно, да. Вот, поэтому, наверное, все-таки стоит понимать, что если, а так как эта среда на данный момент, то есть среда именно, ну, людей производительного труда, она сейчас сокращается, как бы, ты правильно, за последние, там, 20-30 лет, в разы сократилась в нашей стране. Проблематика понятна. Мы сейчас можем все время убить на то, что, к констатации этой проблематики, мы сейчас должны говорить о том, какие есть выходы, конечно. Вот я говорю, через любительские составы, мы сделали такую петлю, да, с вами, информационную, через любительские составы, возможно, причем желательно на местах, на местах бытования этой традиции. Я об этом 5 лет уже твержу и в интернете, и вот здесь тоже об этом говорил, что нужно заниматься всеми тем нашим фольклорным государственным институциям, не заниматься даже, может быть, какими-то там фестивалями опять в Москве, там, и прочим, прочим, а ехать делегировать туда своих специалистов, которые будут поднимать в каждом отдельном... Все же знают, где основные очаги оставшейся аутентичной культуры. Все же знают. Село такое-то, хутор такое-то, правильно? Там еще кто-то есть. Значит, нужно туда ехать, и само появление человека из Москвы будет поднимать статус этих людей, которые еще что-то помнят. Вот. Каким образом, вы затронули вопрос об авторстве, а таким образом, что нужно утвердить копирайт на все их песни записанные, как копирайт авторов, понимаете? И вот эта вот совершенно порочная практика отношения к фольклору, как к грибам в лесу, должна прекратиться наконец-то. Я говорю, я уже 5 лет твержу об этом, даже 6, публичная. ВОС и ныне там. Еще даже вон архив полностью не оцифровали. Вот у нас присутствует человек, Николай Ковалев, сын замечательной фольклористки Татьяны Кирюшиной. И вот он лично сам оцифровал практически весь фольклорный архив Гнесинского института. Давайте похлопаем. Вот он сумел один, а тут целая команда, понимаете, там все, вот, вот. Так как и лежит в ящиках, там осыпается постепенно, там Орва и Свема. В конце 60-х годов. Сейчас об этом уже нужно на местах работать, потому что есть контекст. Сейчас патриотическое воспитание, должны быть коллективы местные, должна быть какая-то работа начата именно в этом отношении. То есть это же люди, носители традиций, лингвистические, очень точные. Они там живут, они слышали своих этих бабушек тоже в детстве. В анамнезе это там люди были с годами рождения, там, 1902-1908. Это аутентичный фольклор, настоящий. Вот с ними надо работать, государственным институциям, Министерство культуры. Небольшой, давай, музыка специальная, можно сказать, по поводу, что... Может быть, есть у вас какие-то публикации, работы, не знаю, книги, а может быть, видеоуроки относительно использования и применения принципов народного музыкального мышления в современной импровизации? То есть, ну, совершенно понятно, что народное музыкальное мышление кардинально отличается от академического музыкального мышления, от классического музыкального мышления. Вот, насколько я знаю, вы в своей музыке как раз-таки этим занимаетесь, практически. Вот, может быть, у вас есть какие-то теоретические, что ли, обоснования в вашей практике? Ну, что вы могли как-то поучиться? Ну, вы знаете, как бы все, собираешься что-то такое изложить, так кардинально. А получается, статьи или в журналах, в печатных, там, стерео-видео, мюзик-бокс, там что-то еще было, музыкальная жизнь. Вот, либо вот сейчас, слава богу, сеть есть. Тяти-ти-ти, наши сети. Вот, и там есть пара статей, достаточно детальных по этому поводу. А что касаемо, конечно, алгоритмов импровизации в различных стилях и применительно... Вот вы подошли сейчас к самому главному вопросу вот этой беседы. Потому что именно выработка нового музыкального языка, когда человек знаком с традицией, и не одной, он знаком с традицией, не знаю, скандинавской, готов, так сказать, процитировать... У нас есть тут один человек, он меня просто потряс. Вот, мы как-то репетировали, потом он вышел и процитировал Блину Вальге Селениновича в начале и до конца. Я текста этого не знал, а он так прям дры-дры-дры-дры-дры-дры-барабанщик, понимаете? Вот так вот. Вот чтобы эти люди, вот такие универсалы, которые могли как бы воспринять, там, не знаю, южно-индийскую культурную карнатока и англо-саксонскую культуру, не знаю, там, шотландских баллад. Извините, что я немножко терминологически тут запутался с этими англо-саксами. Вот. Одинаково хорошо разбирающиеся в компьютерной технике, в звуке. Вот. И сейчас появляются уже такие вот гениальные девочки, мальчики, но их тащит... Их тащит... Ситуация сценическая и вообще жизненная тащит быть модными. Модными. И они пытаются быть модными. Они в этот салат кидают много ингредиентов. Там и какие-то рэперы появляются, и какие-то, значит, кусочки южно-русских афанасьевских песен из Большебыкова. Потом вдруг появлялась сумская песня, которая немножко переиначена. Ну ладно, бог с ним. Хоть это традиционный звук так примерно фокус моделированный. Вот. А потом они в каких-то страшных костюмах постмодернистского вида. Но они над этим всем ерничают. То есть вот этот стёб непроходимый, который был позаимствован с русского рока. Из русского рока фактически. Вот этот стёб. Вот он очень мешает. Очень мешает. И поэтому этот салат, этот винегрет, замечательно сделанный, хорошо. Вы меня извините, оказывается на асфальте. У меня вопроса два. Ну, это такой странный, к чему вы лучше относитесь. Допустим, это музыкант, ну я больше по музыке знаю, допустим, гусляр, который вот он человек чисто из города, который там уже в сознательном возрасте узнал, что есть русская такая-то традиция игры. И сам научился хорошо играть, в общем, достиг высокого уровня профессионализма. И достаточно точно копируя то, что он слышал на каких-то записях, на графических. Или человек, который действительно вот из народной среды, допустим, та же самая там бабушка, вот она играла, вот мне там и отец, допустим, показал, как играть. Она что-то запомнила, вот. То есть она нигде специально не училась, то есть действительно человек чистый из традиций. Вот как бы у вас на таком личностном, интуитивном уровне, к кому будет отношение лучше? Да, я об этом говорил как-то в российском, на круглом столе Российского фольклорного союза. У инструментов есть определенный приоритет, потому что на инструменте легче воспроизвести некий этнокультурный архетип, архетипическую мелодию, или просто принцип игры, не вдаваясь в лингвую среду, потому что язык, это очень консервативная вещь, очень трудно обучаемая. А вот, например, научиться играть на гуслях, как играли псковские наши бабушки, которых захватил еще Анатолий Михайлович Мехнецов в своих замечательных экспедициях 80-го года. Можно, можно, и человек, человек из города, взявший гусли, и чуть-чуть их фрактально настроивший, получает фактически тот же звук, и он как бы проникает через инструмент в этот мир. То же самое касается Владимирского рожка. Потому что по-другому не научишься. Владимирский рожок, там как бы есть комплекс определенный, вот мне Коля не даст соврать, Николай Ковалев, есть определенный комплекс и репертуар, который от простого ведет к сложному. И других путей нет. Ты не будешь играть песню Аллы Пугачевой на этом инструменте, потому что просто не сыграешь. А какие-то вещи уже, которые десятилетиями проверены, еще со времен хоров Николая Кондратьева и братьев Пахарева, кстати, это был уникальный совершенно, еще раз повторяю, уникальный опыт вторжения русской импровизации в европейскую культуру. Джаза еще не было. А наши уже в середине 30-х годов ездили по Европам, значит, хор Кондратьева, и играли там на всемирной выставке в Париже. И это было полное соответствие. Аутентичный человек, аутентичный репертуар, аутентичный инструмент, аутентичная традиция, причем коллективная. Бэнд. Звучил просто джазовый бэнд. Ну так. Потом, как казалось, в Новом Орлеане это возникло, но на 70 лет позже. Есть такие вещи. Так вот, Владимирский рожок как раз хранит этот культурный архетип, который нельзя обойти. И если ты освоил инструмент, ты уже вошел в эту сферу. Это точно абсолютно. Поэтому обучаться на гуслях не вредно, полезно. И советую каждому, потому что это медитативный инструмент индоевропейского такого генезиса генокультурного. Сидишь себе часами, зависаешь там, можно ночью зависать тихо, там соседи не слышат ничего. А ты пока не заснул, не уткнулся в струны носом, то можно играть. Нужно, нужно. Да, тем более, если вы уже умеете играть на гитаре, очень легко прям. Нет, гитара это совсем другая история. Гитара это насилие над струнами. Понимаете, там гитару нужно зажимать, там что-то бэндэ сделать. А здесь гусли-самогуды. Руку положил? Вот так. Хрязь. Но на корт. Ес. Раз, переставил пальцы. О, какой сайп красивый. А давай-ка я вот перестрою чуть-чуть. Раз, перестроил чуть-чуть. Это же просто физиологический кайф. Ну да, я имею в виду чисто на уровне такой мелкой моторики. Нет, я просто хочу какой-то комментарий сделать, то есть, ну, не знаю, к дальнейшему обсуждению или вопросу. То есть, ну, я думаю, тут все, в общем, люди собрались непростые. Я как бы тоже с разных сторон знаком с тем, и я, во-первых, вот в «Санкрасногуслих» играю несколько лет. Плюс я ездил также в экспедиции и записывали фольклор. Ну, и у меня вот такая мысль есть, что мы все очень сцепляемся за, допустим, традицию. Мы пытаемся, что для нас неким талоном является то, что вот те же люди, которые родились в 1902-м годах и так далее. Но нужно учесть, что все равно эта традиция всегда развивалась. И развивалась она почему? Потому что самим людям что-то казалось более, ну, вот в модном даже, может быть, в том плане. То есть, допустим, вот там, гармонии и так далее, они же тоже пришли к нам относительно поздно, там, 19-й век, я так полагаю, что начали на всем это играть и вытеснили многие другие инструменты, типа тех же гуслей, которые были, там, возможно, более распространены, там, в 18-м веке и так далее. И в 20-м веке, ну, дайте приезжаем сейчас в деревню, люди те же самые. Вот, но что, какую музыку, какая музыка им нравится? Они врубают в машине попсу, что играет, или не попсу, уже современ, более модно музыка, сейчас более модно слушают. И это их выбор. Это не их выбор, это исторический, это историческая трагедия. Дело в том, что прошедший, прошедший этнокультурный, в общем, геноцид, две мировые войны, три революции, да ёлки-палки, ну, что мы хотим? Что мы хотим? И, естественно, полная монополизация музыкальной сферы, особенно сейчас, значит, новоришами, которые из этого делают товар и пихают, как бы, двигают и пихают всё время одних и тех же, одно и то же, и подчас это, так как это пошло, это как бы должно привлекать, это привлекает вообще, это кабацкая культура, кабацко-криминальная, она как такой спрут, она всё как бы втягивает в себя. Ну, вообще я сейчас, знаете, апокалиптическую картину могу нарисовать, но дело не в этом. Дело в том, что проблема этноинструментария как раз будет решаться в городе, не в селе. Нет, я со своим согласен, просто дайте договорю, какая мысль в том, что получается, что у нас такое отношение, как бы, то, что больше всего законсервировалось, зарезервировалось, ну, чего в нашей стране, к сожалению, нет. Вот там в Африке, да, много такого существования, у нас вопроса не осталось, вот в силу тех причин, о которых вы говорите. Ну, по-моему, как бы, получается, что мы создаём какое-то у себя в голове представление о том, что такое традиционное, что такое анастонтичное, и пытаемся это воспроизвести, но это чисто наша выдумка, а как бы люди из самой традиции, они этого просто не знают. примеры, знаете, что вот классик, можно сказать, русского марксизма Владимир Ильич Ульянов в 1902 году, опять же, написал замечательную вещь под названием «Развитие капитализма в России», где написал, что вот нехорошие тенденции идут в Нижегородской ярмарке, завоз, идёт завоз, жуткий завоз германских гармошек миллионами, там, десятками тысяч гармошек, и гармошка начинает вытеснять, вытеснять исконно, значит, автохтонные инструменты, гусли там, домры, балалайки, она вытесняет, вытесняет, и вот уже везде это одна гармошка звучит, вот как у нас сейчас попса, тогда звучит, гармошка уже звучит вся, вот она вся, потом раз, что произошло? Русские мастера, поковырявшись в немецких гармониках, сделали свою ливенку, да, там, я не говорю, хромку итальянку там, Саратовку со своим алгоритмом совершенно уникальным, и там можно продолжать этот ряд долгой рояльной гармошки, вот, и оказалось, что именно эти гармошки впитали в себя те самые наигрыши, и как бы их законсервировали, которые можно сейчас переложить обратно на гусли. Вам не приходило такое в горло? Да, да. Да, ну, конечно. Ну, потому что они же, вот и гармонисты тут же, собственно, раз, да, 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 да. Так что это такой интересный очень момент, тоже, сохранение таких вот архетипических особенностей. Да, конечно, конечно. Потому что традиция, она живая в непрерывности развития, а не как раз в закрестине власти. Да, так что, в общем, мы сегодня в аду дуду все дудим. Да, ну, просто вот тот, тот обмен такой музыкальный, который только что описали, я лично не вижу какой-то принципиальной разницы между тем, что сейчас там, ну, такой же обмен, который может происходить сейчас там, слава говоря, когда какой-нибудь там Егор Летов начинает распевать под гусли на народный. Ну, знаете, русский рок, еще раз говорю, русский рок, это мещанско-посадский городской фольклор конца эпохи Советского Союза. Ну, тут точно описать. Это городской фольклор, потому что он возвращается в среду, в народную, то есть под гитару можно это петь, это очень важно. Я вот горжусь тем, что там шесть, ну, десяток моих произведений, чисто авторских, вернулись в народ, и даже одна аранжировка Матвея Блантера вернулся в народ, и об этом никто, как бы, этого никто не заметил. Это приятно. Это греет сердце автору. Понимаете? Это мне рассказывали, и там вот, например, казачья, вот это ребятам вчера рассказывал, казачья, казачий вариант песни Матвея Блантера «Катюша». Был распет в 1984 году ансамбль Мрусичи для участия в третьем всероссийском конкурсе народных исполнителей в Краснодаре. Был распет вариант «Катюши». Мы его распели в стиле верхнего дона. И это влипло. И теперь это донские казаки так пели «Катюшу» нормально. Все, отлично. Мы очень гордимся этим. Правда, по разным углам нашей необъятной родины, но это есть. Или там песенка «С восходу». Вот тут Рома Ломов приехал в какой-то Воронеж, там что-то раз, народный хор с народным оркестром ее так сандалит, эту с восхода. Или там человек под фонограмму сделал свою версию Святогора с рожком. То есть он играет, потом поет, а на фонограмме звучат какие-то совершенно потрясающие «Потрясающие гармонии», которых я никогда бы не нажал. Фольклор. Нормально. Когда есть обратная связь, это очень важно. И, естественно, русский рок как социальная форма такого фольклора, протеста, не знаю, там всей советской бедноты, которая хотела. Она получила не прогрессив-рок как бы в наследство, а получила вот это, потому что поэтическое творчество людей из кочегарок было поддержано, как оказывается, нашим постсоветским криминалитетом. Были вложены деньги, вкачаны, там, не будем показывать пальцем. А теперь это уже цитируется как это вот, что это философ почти. А там немножко другая была история. Но это принцип массовой культуры. Если вам три раза на дню вы будете слушать одну и ту же мелодию, самую плохую, вы ее запомните спинным мозгом. Просто запомните и все. Она вас будет преследовать и вас будет есть. Особенно по ночам. Извините, что я снижаю уровень пафоса нашей беседы, но так оно и есть. я очень рад приветствовать в этом зале наш замечательный коллектив Ачелия Сороки, который как раз являет собой прямо непосредственный этнофьюжн, ибо даже чисто исторически это возвращает славянские женские песни в такую среду западных северных славян и варягов, коими эти славные разбойники. Это была профессия, так сказать, не этническая составляющая, там были всякие люди. Но я бы не хотел сейчас как бы критиковать каких-то коллег, рассказывать о значит ну косяках, там углах и граблях, на которые постоянно мы все наступаем. Я хотел бы призвать вот к чему. Значит надо закончить с понятиями fusion, digital, world, там в общем короче говоря весь эпос мужской традиции значит нужно называть неважно на каких инструментах он сыгран на электронных там на струнных нужно называть протягом протяг термин Василия Артемовича Сидорова из хутора Яминский Волгоградской области значит протяг а термином матера нужно тем более что этот термин имеет хорошее литературное происхождение вот мало того что в этнической среде это просто опорная балка в избе вот а Валентин Распутин написал целый роман на этот счет а под понятие матера нужно иметь ввиду выработку нового музыкального языка в сфере женской календарь лирика значит танец пускай это будет матера вот будет у нас протяг не блюз протяг и матера как такой да хоть фанк там пускай звучит все равно это будет матера потому что будет звук аутентичный звук наших дорогих сердцу южно-русских сел и весей да 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 конечно я собственно уже как бы написано много чего интересно существует соответственно огромная политика инструментов мне бы хотелось знать твое собственное мнение какие инструменты во фьюжем гармонируют с квартиром потому что это интересно шикарный вопрос да шикарный вопрос потому что действительно мы видим некую всеядность скрипка бубен и утюг и это уже фьюжн да собственно вот нет давайте четко заклассифицируем значит есть глобальные инструменты которые существуют не одно столетие там инструменты симфонического оркестра говоря да ну и джаза там как бы вот акустические вот есть такие инструменты теперь есть инструменты уже электронные кой значит этой сфере уже сто лет они существуют разные там боб мук там джон эпплтон там куча людей которые сделали цифровой звук и аналоговый какой угодно вот вот эти глобальные инструменты в принципе могут использоваться даже должны использоваться в разных так сказать видах пожалуйста потому что это уже как ну как велосипед это уже не принадлежит никому понимаете да то есть ушла этническая составляющая происхождение этого инструмента никто не вспомнит кто там габой делал у лоренцо медичи там в мастерской там где-то делал инструменты эти правильно габой там какой-нибудь вот ну габой но есть габой нормальных красивых хорошо звучащий вот инструмент очень милый почти желейка можно сказать так почти волынка другое дело что когда мы видим берется берется этнический инструмент значит ну прям явного такого вот происхождения вот и значит он как бы так плюсуется и это неорганично даже по звуку здесь вот засада потому что это просто микс это не фьюжн это микс джем может быть они всегда есть хотя некие перкуссионные наборы тоже уже существуют достаточно долго и они как бы зарекомендовали они дополняют вот мы этим как раз занимаемся в нашем трио они дополняют вот антон мартенюк у него там и африканская джемби и маленькие такие вот значит турецкие барабанчики дарбуки и прочее прочее но почему нет почему нет еще пройдет значит некоторое количество десятилетий и все забудут что это турецкая дарбука там забудут потому что это просто перкуссионный инструмент чисто физически звучащий именно так или на гора да кавказской инструмент или вот у нас появился интересный знакомый на репетиционной зоне человек который как бы показывает армянские инструментарии там тоже есть армянские барабаны я к сожалению все время забываю как они называются до свидания спасибо за вопросы да 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 спасибо огромное вот ну скажем так когда мы слышим рояль с этнической музыкой сразу жанровая окраска что это все так как это мощный инструмент сам по себе имеющий такой бэкграунд сзади в виде джаза классической романсов какого угодно он сразу на себя оттягивает и мы понимаем что там фольклорный коллектив это просто специя специя для пианиста не наоборот вот ну чем менее узнаваемый инструмент или комплекс инструментов тем лучше вот что еще конечно желательно опора на инструменты которые сейчас будут я думаю такими футуристическими с футуристическими интерфейсами разные бесконтактные как термин вокс раз разной аппликатурой разные способы звукоизвлечения ваш покорный слуга сделал гибрид инструмента гусли и чепленд стик получился гуслетар вот этот процесс пошел потому что каждый музыкант и особенно молодой музыкант хочет быть создателем особенно импровизационным он не хочет он не хочет только выполнять функцию какую-то там бас-гитариста или кого-то еще он сразу хочет иметь всю фактуру вот всю фактуру иметь и формировать музыкальную ткань на лету это вот по-моему веление времени но очень важно чтобы этот человек был традиционалистом то есть он знал еще к тому же да да ну в общем как бы на этой благостной ноте давайте закончим спасибо вам огромное что вы пришли я вас призываю так заходить захаживать на сайт базуровком куда мы ни разу не зашли сегодня ну и ладно там 158 треков 25 проектов в общем слушай не хочу в разных постасях разных жанровых направлений разных эпох уже вот буду рад буду рад да можно скачивать любой трек пожалуйста бесплатно скачивается в хорошем в хорошем битрейте вот собственно еще раз Павлу Короткову Михаилу Косенкову огромное мерси за организацию этого мероприятия будем ходить на русло тут будут разные эксперты разные интереснейшие люди вот говорить о наших победах и бедах вернее так о наших бедах и победах вот последнее может быть конечно не в качестве похвалы я просто хотелось бы чтобы ты выставил пожелание касательно площадок для подобных дискуссий о том насколько они нужны не актуальны это вот вы поняли все это не принципы поанализм но мне призыв очень важен для этой истории ну что ж я думаю что сейчас время не революционеров а эволюционеров я думаю что русло будет эволюционировать в действительно народное собрание в движение которое постепенно будет принимать ручейки из высших музыкальных учебных заведений из различных фольклорных клубов из министерства культуры значит вот и естественно такие значит дискуссии будут проводиться наверное и на тех площадках на смежных чего бы хотелось конечно и чего мы всем вам желаем и нам заодно спасибо спасибо